Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня политолог Владимир Корнилов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Извиняюсь, если какие-то сбои будут, еду в машину. Да, слышим вас достаточно хорошо. Телефон прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также вы можете звонить и задавать вопросы нашему гостю. Вначале хотела бы уточнить. Владимир Владимирович, вы являетесь гражданином Украины, но проживаете в России сейчас, в Москве. У меня два паспорта Украины и Донецкой Народной Республики. Надеюсь скоро стать гражданином России, проживающаяся работой в городе Москва. Какой вектор развития, возможно, украинско-российских отношений вы видите? Вы ведь нередко комментируете это, в том числе и на федеральных каналах. Ну, я думаю, что безоблачных отношений между Россией и Украиной в ближайшее время ожидать не приходится. Но рано или поздно, в любом случае, мы обречены на то, чтобы быть рядом, соответственно, выстраивать какие-то новые правила мирного сосуществования. Когда-то это все равно должно произойти. То есть сближение возможно? Оно неизбежно, то есть оно не просто возможно. Давайте вспомним массу примеров в недавней истории, когда, в общем-то, и войны были между государствами и странами, и различные конфликты были, но сейчас они, скажем, ближайшие союзники. Всякое в этом мире возможно. На мой взгляд, насколько, ну, в какой перспективе мы можем рассуждать о сближении? То есть это вопрос нескольких лет, нескольких десятков лет. Вот как вы это видите? Вы понимаете, то, что произошло между нами, конечно, долго теперь выкорчевывать, так скажем. Причем, ну, это касается ведь не только России и Украины. Это касается, скажем, нас, дончан, жителей Донбасса и остальной части Украины. Вы же понимаете, сколько уже крови произошло, сколько крови еще, скорее всего, к сожалению, будет. То есть, когда поколение будет жить, вспоминая эти ужасы войны, вспоминая своих погибших родственников, родных, соседей, но это всегда будет откладывать от запечаток к своему разному. Что произошло при приходе к власти Владимира Зеленского? И можно ли сказать, что его режим будет как-то кардинально отличаться от режима Петра Порошенко? Вообще, об каких-то изменениях можно говорить уже сейчас при его президентстве? Вы знаете, я вот смотрю на такую вот розовую надежду, скажем, некоторых российских комментаторов, особенно либеральных комментаторов, которые говорят, вот, все, оголтелый национализм на Украине проиграл, фашизм проиграл. То есть, это те люди, которые нам пять лет говорили, никакого нацизма на Украине нет. Вот его не было, не было, не было, не было. И тут он взял и проиграл, понимаете? При этом, когда я спрашиваю их, на чем основываются эти вот, эта уверенность, эти факты вообще, эти заявления, оказывается исключительно на надеждах. То есть, да, в принципе, есть надежда на то, что политика Зеленского будет более здравой, менее оголтелой, менее русофобской, чем у его предшественника. Но при этом пока еще ничего в этом направлении не сделано. То есть, пока что мы, на самом деле, видим противоречивые заявления и шаги. То они говорят, что за увеличение прав русского языка, то говорят, никогда этого не будет. То говорят мы за диалог с Донбассом, то говорят, никогда мы не будем вести диалог с Донбассом. И вот тут мы видим действительно постоянный вот эти самые шаг вперед, два шага назад. То есть, пока что я не вижу, что давало бы вот такие серьезные основания утверждать, что что-то в значительной степени изменилось или изменится в ближайшем будущем. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, Константин. Хотелось бы задать вопрос вашему гостю. Можно ли считать безусловной пользой для России вот эту всю шага зрения на Украине с 2014 года? С той точки зрения, что снялись у российского политического бомонда розовые очки, которые почивались в спокойных люльках, что вот вокруг нас окружают служебные страны, подсоветское пространство с нами никогда не будет конфликтовать. А тут оказалось, что достаточно 5-10 лет, чтобы все поменялось на 180 градусов. Да, задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. У нас мало времени просто. Да, что спать в люлечке нельзя, что надо шевелиться и постоянно работать. Принес ли Майдан пользу для России? Спасибо вам. Да, спасибо вам за вопрос. Спасибо. Сейчас отвечу у нас действительно со временем. Вы знаете, вот было бы наше интервью осенью, стоял бы я сейчас в московских пробках, у нас было бы огромное количество времени, а сейчас Москва пустая, доедем очень быстро, извините, пожалуйста. Вот, что касается вопроса, ну, вы знаете, дело в том, что я вот многие годы занимаюсь российско-украинскими отношениями, изучал их, анализировал, давал какие-то советы, что в Киеве, что в Москве, всякое бывало. Ну, вы знаете, вот ведь и раньше я слышал на самом деле неоднократно фразу в Москве, все, вот теперь пришло понимание серьезности права. То есть эту фразу произносили и в 90-е годы, и в нулевые годы, и, казалось бы, знаете, вот оно периодически приходит, а потом какой-нибудь резкий политический виток, скажем, возвращается во власть Янукович, или подписаны Харьковские соглашения, или еще что-нибудь в таком духе. И все, сразу же начинается успокоение, да куда Украина от нас денется, да ну, все равно впереди экономика, а политика идет за экономикой. Кстати, любимая фраза Виктора Степановича Черномырдина «Царство ему небесное», бывшего посла России на Украине, который отвечал многие годы за это направление. То есть, вроде бы, понимание пришло и сейчас в очередной раз, но это не факт, что это навсегда, к сожалению, не большое. Фигура Игоря Коломойского, насколько значимо его влияние на территорию Украины? Ну, она всегда была значимой, на самом-то деле. Не надо забывать, Коломойский, при всех его там противоречивостях и методах работы, он ведь выиграл фактически все Майданы. Он ведь победил и в 2004 году, он был спонсором Майдана того, и победил в этом году, и не раз вроде бы оказывался у власти. Я хочу напомнить, что, по-моему, в 2014 или 2015 году он давал большое интервью Financial Times, и там заявил, раньше было время на Украине олигархов, а теперь пришло время одного олигарха. Я даже представляю, как он себя покладил по животу при этом. Вот. Но при этом он очень неуживчивый человек. То есть он как быстро побеждает, приходит во власть, так быстро и бьет горшки с теми, кого он привел во власть. Так было и в оранжевые годы, так, возможно, будет и сейчас. Борьба за Зеленского идет очень серьезная, в том числе за то, чтобы минимизировать влияние Коломойского на нового президента Украины. Но пока что Коломойский уверен, что он победил. И вы видите сейчас, в последние несколько, извините, недель, месяцев, ведь все решения судов исключительно в пользу Коломойского. Он уже начинает обрастать бизнесом, и я не исключаю, что дойдем до того, что ему будет возвращен Приватбанк. Есть мнение, его нередко высказывают политологи, о том, что Европа устала от Украины. И сейчас, если не абстрагировалась, не отстранилась, но, тем не менее, уже не так пристально следит за этими процессами. Вы чувствуете отчуждение? Следит за этими процессами. Конечно, это не уровень 2014-2015 года, когда каждая газета европейская выходила с первыми полосами, посвященными Украине или войне в Донбассе и так далее. Но, в принципе, какое-то внимание осталось. Всевозможные кремлинологи, которые регулярно пишут колонки в западных газетах, все равно возвращаются к этой теме или пытаются вернуть, сфокусировать внимание европейской элиты на данной тематике. Но, конечно же, эти проблемы не воспринимаются уже так остро. И, конечно же, все дальше и больше приходит понимание того, что с Россией все равно необходимо выстраивать отношения, в первую очередь, экономические, но и политические тоже не стоит забывать. То есть, действительно, Украина стала для многих европейских политиков, в том числе высшего уровня, некой такой абузой. Вроде как нельзя сдать, вроде бы как нельзя торговаться ею, но в то же время все-таки саму Украину уже начинают убеждать в том, что вы, пожалуйста, хоть как-то налаживаете отношения с Россией. Вот последнее действие, скажем, европейцев в ПАСе тому подтверждение. Много звонков у нас еще примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, задавайте вопрос, Александр. Вот у меня такой к вам вопрос, что многие эксперты считают, что в рамках существующей политической системы, как России, так и Украины, вопрос украинский решен не будет. Почему? Спасибо. Не знаю. На самом деле, сколько существует политический термин «Украина», столько существует решение того или иного вопроса украинского. И, ну, давайте говорить прямо. Украин как минимум две существовало, существует всегда с момента возникновения этого геополитического термина. Я говорю как историю Украины по специальности. И всегда вот внутри Украины боролись эти две Украины. Их суть можно, в общем-то, свести к двум старым таким кличам, лозунгам, слоганам, как угодно их называйте. Это «На веки вместе» во время Переяславской Рады прозвучат. И «Эть вид Москвы» – лозунг украинских радикальных интегральных националистов. То есть эти все две Украины все время между собой борются. Иногда это переходит в стадию военных действий, как сейчас. Но вы знаете, никогда одна Украина не победит другую, на самом деле. Вот одно из заблуждений победителей, неважно, либо та, либо другая Украина побеждает, всегда заключается в том, что все, мы своих оппонентов задавили, это навсегда надо закрепить завоеванные позиции и додавить другую Украину. То, что сейчас мы наблюдаем со всеми этими законами и языках, запретами на ношение каких-то символики и так далее. Это вот попытка действительно додавить как бы проигравшую часть. Но вы знаете, в 70-е годы никто не верил, что бандеровская Украина когда-то вернется из своих схронов, из канад, из диаспоры и тому подобное. Но стоило чуть-чуть добиться послабление какого-то, пружина, которая десятилетиями сжималась, распрямилась моментально. Вот я уверен, что будем наблюдать это и там. Еще звонок у нас? Это решение украинского вопроса. Ну, вы знаете, я считаю, что... И, кстати, я говорю с 89-го года. На самом деле, 1989-го года. Да, у нас звонок. Радиослушателя примем, давайте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Аркадий. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, а сколько времени, как вы считаете, вам понадобится для того, чтобы оценить реальное отношение между Украиной и Россией в том плане, в плане господина Зеленского? Вы ведь как политолог должны понимать, что у него сейчас масса внутренних проблем. Вот он должен с ними разобраться, а потом он, очевидно, займется и внешней политикой серьезно. Спасибо. Вы знаете, ну, основная его внутренняя проблема, и он это признает, это война в Донбассе. То есть решить ее без внешней политики соответствующей Украина не сможет, это надо понимать. Именно поэтому еще до решения своих внутренних проблем он, вы видите, поехал по зарубежам, встречался с европейскими деятелями, намерен ехать в США. То есть одно без другого не решается, надо это понимать. Другое дело, как он собирается решать свои внутренние, социальные, экономические проблемы. Мы видим в заимствовании, снова они хотят, выполняя требования МВФ, брать еще и еще кредит. Уже начали брать, собственно говоря, у европейских кредитных организаций деньги, увеличивая свой государственный долг. А для этого, как вы понимаете, нужна хоть какая-нибудь вялотекущая война. Потому что, если мы там говорили, европейцы от войны устали, американцы не устали совершенно. И все вспомоществование Украине, по большому счету, держится на том, что Украина нужна как воюющая держава. И как только эта война прекратится, вроде бы проблема внутренняя будет решена, но сразу же станет вопрос о возврате долгов и, соответственно, невыплате по кредитам. Так что здесь замкнутый круг для Зелецкого. Как он его будет разрывать? И будет ли он его вообще разрывать? Те его планы, которые он озвучивает, на самом деле, пока только затягивание экономическое, это удавки, продажи земли и тому подобное. Все эти планы, в общем-то, могут привести к серьезным социальным потрясениям на Украине. Состоится ли встреча Путина и Зеленского в нормандском формате, как ожидается, и чего стоит вообще ждать? Да, знаете, я уверен, что они, в конце концов, будут встречаться и не только в нормандском формате. Может, даже раньше, до нормандского формата получится. Но, вы видите, само же окружение Зеленского прямо запрещает своему президенту встречаться с Путиным без посредников. Как это неунизительно, может быть, звучит для избранного подавляющим большинством украинцев президента. Так что, с какими-то посредниками, пока что, надеемся, встреча произойдет. Неважно, будет это нормандский формат или еще какой бы то ни было. Вы же видите, там много желающих послужить посредниками. Но, я надеюсь, будут встречи более регулярными, чем последние пару лет с Порошенко. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга Ушакова. Да, задавайте вопрос коротко, Ольга, пожалуйста. Господин Корнилов, очень коротко. Война идет на Украине... Сделайте, посише, радиоприемник, Ольга, чтобы мы не слышали их. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, вот война идет на Украине, ужасная война. И она идет не как бы... Гражданская, вот именно украинская, она идет за газ. И пока не будет зационализирован газ в России, нефть и газ, война никогда не прекратится. Спасибо. Это реплика. Реплика, Ольга. Согласен с этим? Ну, я просто... Для меня новость, что в Донбассе там за газ воюют, если честно. Вот, поверьте мне, не газ там основной приз. И даже не уголь, которым Донбасс действительно... Это моя реальность. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Много звонков. Получаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. У меня вопрос такой. Почему все президенты бывшие не участвуют в политической жизни? Иногда Кравчук там что-то комментирует, а остальные сидят там молчанку играть. Им что, запрещено или что? В чем дело? Да, спасибо. Да нет, ну перестань. То есть, Кравчук был депутатом Верховной Рады и после того, как ушел с поста президента, Порошенко, как мы видим, избрался в новую Верховную Раду, хотя, конечно, ему больше это нужно для депутатской неприкосновенности. Ему есть чего опасаться, в частности, уголовного преследования и тюремного заключения. Кучма сейчас, мы видим, вдруг из Нафталина достали, представляет Украину в минских переговорах. То есть, какую-то роль они играют на самом-то деле, но то, что Украина является уникальной страной в том смысле, как быстро народная, всенародная любовь к какому-нибудь там майданному вождю, лидеру, избранному президенту, превращается в антирейтинг, это действительно уникальная ситуация. Вот вы сказали, что работаете в Москве, и сейчас вы, поскольку в автомобиле, вы приехали на телевидение, насколько известно, хотелось бы поговорить с вами об информации, которую мы сегодня получаем, ну, в том числе, если вспомнить протесты, которые сейчас идут в Москве, например, первый канал говорил о том, что не было серьезных столкновений, другие же каналы вели прямую трансляцию, писали об обратном. На ваш взгляд, существует сегодня это разное информационное поле в России? Насколько это является проблемой? Ну, а где оно не существует? Да, есть телеканалы, да, есть своя позиция у отдельных ведущих и так далее, но при этом и протесты тут освещаются, и показываются. Да, они не столь активные, не столь, слава богу, кровавые, как это было на Майдане в Киеве, они пока еще и близко не дотягиваются до уровня желтых жилетов во Франции, но есть люди, которые вот под выборы активизировались, они ведь периодически активизируются, я вспоминаю, как взбудораженно, возбужденно, там, значит, западная пресса писала перед выборами президентскими прошлого года, что вот они эти, сейчас оппозиция мощная, сорвет выборы, но всегда это заканчивалось пшиком, кажется мне, что закончится все это и сейчас тем же самым пшиком, что разочаровывает западных спонсоров, представляете, корпорация РЕНД недавно издала значительный доклад такой, как расшатать Россию, да, и даже она там вынуждена была признать, что да, на российскую оппозицию особенно уповать не приходится, настолько она не популярна в народе, но попытки такие будут делаться, но вы знаете насчет информационного поля, вот сейчас пример просто маленький, да, глава британской делегации в ПАСЕ после вот столкновения несанкционированной акции там пару недель назад, он предложил лишить Россию отказаться от возвращения ее в ПАСЕ, потому что, представляете, полицейские применяли дубинки против митингующих, он даже не знает о том, что в этот самый день в центре Лондона полиция применяла дубинки, конную полицию, представляете, бросили против демонстранта во время там суда над правым активистом Томми Робинсоном, почему не знает? Да потому что, если он включит BBC, там показывают протесты из Москвы и вообще ничего не говорят о протесте в Лондоне, вот там разные информационные картинки в разных странах. Ну, шоу Ольги Скобеевой, Попова, Владимира Соловьева также же ток-шоу, да-да-да, на несколько месяцев запрещали в Латвии в том числе, вот вы как политолог из-за высказываний в адрес Украины запрещали, вы как политолог, международник, вот как оцениваете российское влияние на постсоветском пространстве? Да хотелось бы, чтобы побольше влияло, конечно, хотя вы знаете все эти страшилки, которые распространяются о отсутствии свободы прессы, о вот этих ток-шоу, пропагандистских зомби. Слушайте, я работал, жил, учился в разных странах на разных континентах. Я вот четыре года подряд до недавнего времени жил в Нидерландах. Я вам хочу сказать, я нигде не видел такого количества политических ток-шоу с представлением такого количества разных разноплановых мнений, какие звучат на российском. То есть, скажем, представить, чтобы в Британии на том же BBC, да на любом телеканале, да, вот так активно была представлена позиция Российской Федерации, вот каких-то российских политологов, как здесь представляет мнение там всевозможные украинские деятели, деятели Европы, Америки, невозможно. Но при этом, заметьте, BBC штрафует RT, российский государственный телеканал, телеканал с государственным финансированием, за то, что в одном сюжете, понимаете ли, об Украине был перекос, мнение, а мнение правительства Украины было представлено лишь в конце этой самой передачи. Позвольте, я смотрю, эти передачи BBC о России, я вообще другого мнения там не вижу. Но видите, штрафуют RT. Вот вам и разноплановые картинки. Кстати, несколько лет назад BBC 2 сняли фильм о возможном начале ядерной войны с участием России. Все начиналось с латвийского города Даговпилс, в который вошли вежливые люди, и далее там было применено ядерное оружие. И тогда как раз натовские начальники в штабе там была смоделирована ситуация, думали о том, стоит ли начинать войну, или стоит отдать страну НАТО. На ваш взгляд, вообще вероятность большой войны, третьей мировой, или такого серьезного конфликта с участием России и НАТО, насколько она возможна? Насколько возможна такая война? Ну, будем оптимистами, будем надеяться, что не так уж это возможно, хотя мы видим, в разных странах сейчас пугают России, где только можно и как только можно. Посмотрите на этот сериал «Норвежский оккупированный». То есть очень популярный в Норвегии телесериал, где Россия оккупирует Норвегию. Сами себя застращали, сами себя запугали этим сериалом и потом давай, говорит, давайте с НАТО сближаться, давайте там учения проводить, давайте ближе к российской границе базы придвигать и так далее. То есть я вам сейчас привожу один из самых таких ярких примеров, но я могу массу примеров привести и книга генерала целого натовского шерифа в Британии о том, как Россия с миром будет устраивать ядерную войну в 2017 году. Смотрите, два года уже прошло, натовский генерал предсказывал, а вот что-то как-то, кстати, тоже начиналось-то 9 мая, как сейчас помню, 17 года в Харькове кого-то американцы посещают, а потом нападают на Прибалтику. 17-й год, видите, а еще пока все живы, слава Богу, дай Бог, чтобы дальше было. Я могу сейчас массу баек приводить, газета Times, уважаемая британская газета писала не так давно о том, что российские ученые совместно с сепаратистами ДНР разрабатывают грязную атомную бомбу в Донецке. На полном серьезе писали, да, года 2-3 тому назад. Где эти ученые, где эта бомба и главное, зачем надо им было ехать в Донецк, чтобы там эту бомбу разрабатывать. Но все эти страшилки, чем они опасны? На самом деле, ведь большая волна публикаций на Западе о том, что последствия атомной войны вот эти слишком преувеличены, о том, что это выдумка советской пропаганды, спецоперация КГБ 70-х годов. На самом деле ядерная война не так страшна, как ее в свое время нам Советский Союз нарисовал. Вот таких публикаций в западной прессе появилось не так уж мало. И это вот действительно пугает. Люди перестают опасаться, ну, во всяком случае, в достаточной мере опасаться последствий ядерной войны. Это тревожно. Гонка вооружений, потому что сейчас мы наблюдаем, ну, в том числе недавний случай, это трагедия в Белом море, где при испытании ракеты с ядерным элементом погибло несколько специалистов Росатома, и как раз когда начинается гонка вооружений, можно вспомнить, по советскому времени, тогда начинаются такие, форсируют испытания, гибнут люди и так далее и тому подобное. Вот эта история, насколько можно провести аналогию с холодной войной, можно ли говорить о том, что гонка вооружений началась сейчас? Гонка вооружений идет, в общем-то. При этом, вы же знаете, позиция России пока что, во всяком случае, официально озвучена, заключается в том, чтобы не втягиваться в полномасштабную гонку и не искать симметричных ответов, поскольку, конечно, если мы сейчас будем соревноваться с Америкой на равных, затрачивать такие же средства, какие она сейчас затрачивает на вооружения, испытания и так далее, это приведет к банкротству и к краху. То есть, уж так сильно втягиваться в это не надо. Пусть американцы тратят свои средства, но то, что асимметричные ответы искать нужно, это факт, и, в принципе, Россия в последние годы старается их находить. Поэтому, к сожалению большому, да, можем констатировать и вот эти все разрывы договоров, которые обеспечивали мир и стабильность 70-х, 80-х годов прошлого столетия, да, это тоже тревожный симптом, тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что, к сожалению большому, мир втягивается, и мы понимаем, кто его втягивает в эту самую гонку вооружения. Не только касается это России и Соединенных Штатов Америки, как вы понимаете. Я, кстати, уже приехал минут 10. Так что нам надо вас отпускать, но я хочу закончить просто. Вот драматургический ход чеховское ружье, когда оно висит на стене, учитывая, что гонка вооружения идет, не всегда так заканчивается, вот как считается? Ну, вы знаете, всякое в жизни бывало, в конце концов, висит ядерная бомба на этой стене уже давно. И вы знаете, после Хиросимы и Нагасаки, слава богу, пока еще никто нигде ее не применял. Так что, пусть оно там себе и висит дальше, но быть готовым нужно, конечно, ко всему. Ну что ж, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Политолог Владимир Корнилов был гостем программы. Спасибо, рад был познакомиться, много о вас наслышан. Легенда о вас в Москве слагают, уважаемые друзья. Вот. Звоните осенью, тогда будет раза в два. Пробки будут больше, да. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. И до свидания.